СОЛДАТА ЦИАЛЯ Израильские военнослужащие получили ранения средней и лёгкой степени тяжести и были госпитализированы. Пресс-служба ЦИАЛЯ сообщает, что террорист был вооружён автоматом Калашникова и гранатами. Он был одет в униформу боевика Хамаса. По крайней мере, одну из гранат он успел использовать. Его брат Фадди Абусалах, инвалид на коляске, был застрелен солдатами ЦИАЛЯ во время майских демонстраций прошлого года. Сообщается, что в ходе столкновения были задействованы танк и беспилотная авиация. На данный момент на границе с Газой сохраняется состояние повышенной боевой готовности. Советник президента США и его зять Джаред Кушнер прибыл вчера в Израиль и встретился с премьер-министром Израиля Бенямином Натаньяу. Главной темой визита является сделка века, продвигаемая администрацией Белого дома. Кроме Израиля, Джаред Кушнер посетит также другие ближневосточные страны, заинтересованные в урегулировании Палестино-Израильского конфликта – Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Марокко. Ожидается, что Кушнер объявит о предстоящей международной конференции в Кемп Дэвиде, где будет представлен план сделки века. Однако Белый дом на данный момент опровергает возможность такой встречи. Администрация Дональда Трампа пока не сообщила, когда будет обнародована вторая часть сделки века, а точнее до или после сентябрьских выборов в Израиле. Напомним, что первая экономическая часть плана Трампа была представлена в прошлом месяце в Бахрейне. Речь шла о массивных инвестициях в палестинскую экономику, а также в соседние страны в размере 50 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. Политическая часть плана Трампа должна ответить на другие немаловажные вопросы. Например, будет ли разделен Иерусалим и как независимое палестинское государство может справляться самостоятельно с экономическими и другими трудностями. Продолжим с ближневосточной тематикой. Стало известно, что намечаемая встреча между Натаньяу и королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифой не состоится. Натаньяу выразил желание встретиться с лидером Бахрейна для того, чтобы обсудить с ним вопросы безопасности в регионе. Кроме того, это дало бы Натаньяу дополнительные плюсы в глазах электората накануне предстоящих выборов. Но поскольку у двух стран на данный момент нет дипломатических отношений, аль-Халифа отметил, что его страна пока к этому не готова. Кроме Джареда Кушнера, вчера в Израиль прилетел другой гость из Америки. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес приземлилась вчера в аэропорту имени Бен-Гуриона и уже сегодня вечером даст концерт в Тель-Авивском парке Айркон. Для Джей Ло это станет первый концерт в Израиле за всю ее музыкальную карьеру. Договор о проведении шоу был подписан несколько дней назад. Лопес приехала в Израиль в сопровождении своей группы и супруга-бейсболиста Алекса Родригеса. Сообщается, что вместе с ней также прибыли 100 человек, включая музыкантов, техперсонал и 45 тонн аппаратуры. Дженнифер Лопес выступит в Израиле в рамках своего тура «It's my party». Неделю назад певица отметила свой 50-летний юбилей, что и стало главной темой ее мирового турне. Дженнифер Лопес не раз входила в рейтинги самых высокооплачиваемых певиц, самых влиятельных людей мира и в списке самых сексуальных женщин мира. Это пока все на данный момент. Смотрите нас на нашей странице в Фейсбуке и Твиттере. Меня зовут Соня Городейская. Я с вами на ILTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова